Привет, мои хорошие! Привет, привет! Я только что пришла, буквально прямо отдышалась. Мне нужно поставить котлеты. Приготовила вкусные овощные котлеты. Рецепт увидите на кулинарном канале. Постараюсь оставить ссылочку внизу. Попробуйте. Вкусные, невероятно! Хочу сейчас, они у меня холодные, хочу сейчас поставить разогреваться их в духовку. И еще брошу у меня оставались, помните, вот эти филе ментая, такие квадратики. В общем, две штучки осталось. Тоже хочу бросить сверху. Пускай они прямо вот на этих котлетках и подогреются. Буквально, здесь написано в духовке, буквально 12-15 минут. Вот как раз котлетки будут примерно разогреваться столько. И эти рыбные филешечки, две штучки. Думаю, ну что они у меня лежат? В общем, пойду сейчас поставлю, к вам вернусь со своими покупками. Никуда не хотела идти. Время уже полдевятого вечера. И мне пришла смс, что в Озон пришел заказ Василек. Я сделала небольшой заказик, у меня совсем маленький. Обязательно на днях будет Василек. Знаю, вы любите смотреть, особенно на Дзене. Поэтому все сниму, все вам покажу, что я заказала в этот раз. Поддерживайте меня на Дзене. Там прям меня очень хорошо поддерживают. И прям много посмотрела Василечек. Спасибо всем вам огромное. И зашла в магазин. Так что сейчас все по ценам. Такая легкая у меня закупочка была. Сейчас поставлю и вернусь к вам. Дальше продолжу. Давно я, кстати, что-то ничего не готовила в аэрогриле. Мне одна девушка сказала, что есть какой-то торговый центр, бухта. В общем, моя зрительница сказала, что там недорого. В общем, можно туда съездить, посмотреть. Знаете что, хочу съездить в эту бухту как-нибудь. Не знаю, правда, единственное, когда меня занесет в те края. Это где-то в районе Рио на Дмитровском. Да, на Дмитровке. И хочу купить там крылышки куриные и сделать в аэрогриле. Намариновать их, как, знаете, как раньше. В общем, как раньше. Хочу намариновать свои любимые крылышки, сделать в аэрогриле. Такой ужин устроить. В общем, а сейчас мои легкие, легкие мои покупки. Купила, в общем, купила венца себе сегодня на вечер. Сейчас сделаю вот эти котлетки рыбные. Сделаю вкусный салат. Все скупилось на салат, потому что у меня нету ничего уже практически. Огурчики я, потому что намалосолила. А в салатик мне хочется свежие. Поэтому вот купила. Так, 99 рублей. По ценам тоже вам буду говорить. У меня нету подсолнечного масла. Все, вчера прям делала блинчики. И еле-еле вот, ну, прям вот видите, на донышке. Купила подсолнечное масло. Представляете, целый полноценный литр 99 рублей. Скажите, девчонки, дешево? Нет. Потому что я что-то масло в основном всегда беру впрок. Оно мне особо не нужно. Я на нем готовлю редко. А это вчера же блины жарила. Ой, укатилось, укатилось масло мое. Блины жарила и пришлось открыть. Вот, оливковое. Видите? Но это у меня не на одни блины. Это я его открыла несколько дней назад. Но вот на блины, конечно, его жалко использовать. Оливковое. Это у меня специально для жарки. Я, конечно, его не буду использовать для жарки. Там блинов, чего-то еще. Это только немножко кабачки, как говорится, смазать. Лук. Купила пять таких хороших луковиц. Сейчас нужно отнести в холодильник. И сейчас я вам скажу по ценам. У меня здесь еще такая легкая, прям небольшая сумочка. Так, фриллис. Фриллис. 70 рублей. Вот такой фриллис. Это сейчас я буду делать салат. Купила батон белого. Что-то я, знаете, грешу. Грешу и второй раз покупаю белый хлеб. Конечно же, купила лаваш. Хлеб и лаваш по 40 рублей. Чеки. Вот, понимаете? Вот, сколько чеков. Попробуй разбери, где тут от сегодняшней покупки. Так, это не от сегодняшней. Это не от сегодняшней. И купила вкусную, привкусную бутылочку вина своего любимого. Так, это тоже. Это еще из чижика чеки. Вот, лук у нас по 33 рубля. Ммм, надо же, я килограмм взяла на 33 рубля. Репчатый лук по 33 рубля. Масло 99 рублей. Так. Сейчас найду еще кабачки взяла. Вот такие огромные. Эти хочу пожарить. Сделать жареные по очень одному вкусному, привкусному рецепту. Так. Вот, посмотрите, сколько чеков. Надо от них, конечно, избавляться. А то я тут даже не могу найти уже что-то нужное. Не могу найти нужное. Сейчас буду вам все показывать. И рыбка. Рыбка моя подорожала, представляете? Так. Чеки я выкидываю. Чеки выкидываю. И вот это вот уберу. У меня был один пакетик, я в нем лук с маслом несла. И вот такая сумочка. Кстати, из Ашана вот эти недорогие сумочки, что я с вами делилась. Так. Огурцы. 55 рублей. Взяла свежих огурчиков. Вот таких вот маленьких. Это огурцы люкс фасованные. 55 рублей. Тут 450 грамм. Нормандо. Фривис. 70 рублей. Вот такой. Хочу. Давно не брала фривис именно на салат. Кабачки мне вышли, но я взяла прям увидела. Они у нас по 59 рублей. И они мне вышли. У меня еще была скидочка на 79 рублей. Два вот таких огромных кабачка. Это я взяла на рецепт очень вкусный. У меня, в общем, там есть, получается, кабачки. Я хочу сделать завтрак туриста. Хотела это сделать сегодня, но сегодня мне было не до завтрака. Тем более, не до какого-нибудь туриста. И помидоры черри взяла тоже сейчас на салатик. Они мне получились по 70, а так, по 79 рублей. А кабачки на 78. Ну, в общем, рубль. И моя любимая подорожала рыбка. То она была по 200. Это в красной икре я беру. Она была по 200. Я беру кита в масле. Это я к винцу. Сейчас налью себе бокальчик вина. Я замораживаю там этот самый лед. И вино очень вкусно. И вот стала стоить 263 рубля. А стоила 245. Поэтому, видите, насколько она подорожала. Вот этот пакетик сделаю для мусора. Сейчас быстренько салатик на варгане. У меня будет сегодня, хочу посмотреть, там вышли какие-то новые мумыльки. Такая у меня красивая кофточка от любимого Василечка. Девчонки, что вы говорите? Мне кажется, я похудела. Даже очень похудела. Правда, я сейчас не занимаюсь. У нас очень жарко. В жару я не занимаюсь. Потому что не хочу загонять свой организм. Чтобы в жару, в общем, хватает всего 5 минут. И ты уже начинаешь запыхаться, задыхаться. Уже под льет ручьем. Это, конечно, хорошо. Да, плюс. Но такая погода у нас была всю неделю 30. Сейчас следующую неделю до 33 аж обещают. И я, конечно, все отложу пока все занятия до сентября. Обязательно вам... Кто-то меня просил, Марина, снимайте свои тренировки. Нам тоже интересно. Я обязательно буду снимать. Но все уже с осени. С осени, с сентября. Вот. Так что вот так. Ну, давайте делать салат. Покажу вам, что за вкусный салат у меня будет. В общем, я сейчас перемою все на салат. Помидоры черри. Салат фрис. Огурчики. Все почищу. Так. И порежу. Буду резать салат. В общем, если удастся съездить в бухту. Хочу там прикупить крылышки. У нас что-то в последнее время в магазинах. Я не знаю. Может быть, в каких-то крупных. Ой. Окно вот открыть. Может, в каких-то крупных. Я что-то не обращала внимания. Но в магазинах вот нигде нельзя купить в шаговой доступности курицу. Вот именно не упакованную, а на развес. Потому что я была в магазине Индейкин дом. Что-то... То ли я поздно уже пошла. Там ничего такого особо не было. И цены как-то если... Ну, у нас нету. А на упакованные цены, конечно, кусаются. В Чижике там только бедра, ножки, филе. Крылышек нет. А мне что-то так хочется крылышек. Я крылышки уже не ела сто лет. Хочется именно сделать их в аэрогреге. Вкусненько. Вспомнить, как говорится, былые времена. Я крылышки очень люблю. И хочется в бухте. В общем, я думаю, в бухте может быть есть. Так вот эти куриные части. Нигде не могу купить печень. Нигде не могу купить сердце. Это надо вот только где-то заказывать. В интернет-магазине. Но у меня сейчас нету, как говорится, таких финансов. Я же не могу там на 500 рублей заказать. Обычно, если в интернет-магазине заказываю мясо, то тысячи на три, там, на месяц, да, сразу. Сейчас у меня такой возможности нету. Заказывать в интернет-магазине мясо, как бы впрок. А вот так где-то в шаговой доступности, конечно же, не купишь. В Ашане тоже нету. Там в основном только упакованы. Вот на разновес нельзя купить, например. Поеду в бухту в эту. Хочу купить крылышки. И хочу посмотреть, знаете, что ребрышки хорошие. Давно-то уже тысячу лет не ела хороших ребрышек. Хочется их прям замариновать. И тоже, может быть, в аэрогриле сделать салатиком. Будет вкусно. Помыла вот такую огромную миску на салат. В ней удобнее всего мешать. Я рада, что в свое время прикупила такие миски. У меня есть и двухлитровые, и трехлитровые, и вот это пятилитровые. Очень удобно мешать. Неважно, какое количество салата я делаю. Раз-раз-раз перемешала. Ничего у вас за стенки не выпадает. Особенно вот эти салаты с листовых. Вот этих салатов. Он же такой, как пушится такой. Вот, попробуйте. Берите миску больше. Хочу еще сделать с зеленью. У меня много укропа. Вот, девчонки, что вы говорите, что укроп пропадает? Вот когда я была на рынке, уже больше недели назад. Это укроп с Леонозовского рынка. Я купила тогда очень много. Вообще, для занятых хозяек это прям выход. Вот так вот. Ставите этот веничек укропа в стаканчик с водой. Я, правда, воду меняю. Не надо его мыть. И смотрите, какой он зеленый. Ему больше недели. Вот такой зеленый. Как я набрала? Ну, я отсюда тягаю вот так понемножку. Но я набрала тогда очень много. Потому что там он был недорогой. Сейчас тоже натягаю. Такой зеленый, красивый. Не нужно его мыть. Помоете, точно пожелтеет или пропадет. Поэтому храните так зелень. Я плохого никогда не посоветую. У меня, потому что под тем видеом, где с зеленью, столько прям не очень хороших комментариев. Вот у меня так же в банке стоит, так же в пакете стоит. Вот сейчас буду делать, воду поменяю. И я вот так вот сразу достаю. И вот тягаю по одной веточке. И сразу смотрю, хороший, нехороший. Потому что иной раз уже внутри какой-то там плохенький могут продать. Но вот этот я что купила, укропчик очень хороший. Поэтому вот так. И храните. Потому что много мне писало, что у них пропадает, желтеет. Ну, если желтеет, он у вас может быть уже изначально был какой-то такой нехороший, плохой укроп. И во-вторых, может быть, вы его помыли. Вот. Мыть не надо. Никаких микробов не будет. Не бойтесь. Все прям каких-то микробов боятся. Двое микробов разводить в холодильнике. И вот так вот я куда делаю? Куда делаю? А, и прищепочкой. Вот так раз закрываю. Прищепочкой закрываю. И он у меня стоит прекрасно. Еще неделю так точно простоит. Ну, и вот я на салат уже перемыла помидоры черри, огурчики. Огурцы я всегда чищу. Зелень. Посмотрите, какая зеленая, хорошая зелень. Вот такая. Зелень салата. Тоже всю перемыла. Такой вот укропчик. И вот ему больше недели уже. Рыбку открою. Такую вкусную. Вот. Ну, в общем, решила напиться и забыться. Ладно, мои дорогие. Всем огромное-огромное спасибо. Подписывайтесь. Поддерживайте меня. Мне очень приятно. Приятно, когда вы поддерживаете, смотрите. Я вижу от вас отдачу. И мне хочется снимать для вас еще, еще и еще. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok